Сегодня нам Зинаи Психо, член СВРТ, расскажет о образовании сформированных культурных направлений в Россию, 17-го лица. К сожалению, невозможно было ее повесить, но, видимо, потом можно будет ее посмотреть. Здравствуйте, спасибо большое за внимание. Ирина Стецков, пожалуйста, следующий слайд. Я занимаюсь давно уже работой, благодаря исследованиям жизни служилых людей 17-го века, вот именно 17-го века давно. И поэтому мне интересно, что происходило в это время на южных побежах нашей Родины, в частности, как образовывались населенные пункты. И сегодня расскажу об этом на примере моего родового села Юмного, который находится в Чернянском галине Белгородской области. Вот здесь вот слабо видно, но, может быть, видно, да? Вообще, вот цветы, вот еще были. Белгородская черта, наверное, вы понимаете, классичная черта, которая была построена на границах и Семенгрусского государства. Она началась строительство в 1635 году, и, соответственно, ее задача была оградить набег. И, собственно, со строительством этой Белгородской черты как раз связано активное заселение этой территории, что как раз демонстрирует образование села Огибнова. Вот здесь вот слабо видно город Яблонов, который был построен в 1637 году, и короче, тоже в этом же году был заложен. А вот оно село Дневное, которое вот здесь примерно расположено. Вот это вот изюмский шлях, который, собственно, вот этот участок Белгородской черты и перегородил их, в общем-то. И его строительство примерно в большей степени закончилось в 1642 году. Про Белгородскую черту у нас в Белгородской писалось. Сейчас тоже эту тему очень активно развивается. В Белгороде есть история, когда условное общество райтникам устраивают разные мероприятия ежегодные, в том числе конференции. И я просто не буду про Белгородскую черту рассказывать, но вот здесь, в том числе строительство этих городов, для нас имеет значение, и строительство баллов между ними. Видно? Пожалуйста. Еще вот такая карта – Оскольский уезд. Собственно, в 17-м веке, вот именно в первой половине 17-го века эта территория относилась к Оскольскому уезду. Город Старый Оскол, сначала он назывался Оскол, после возникновения царевого Алексеева, нового Оскола, Оскол стал организоваться на Старом Осколе. Так вот, Оскольский уезд, он из книги «Люгорода» взял карту, «Люгород» Анатолий Павлович, исследователь, который в Старомосквоне живет, написал, ну, давно исследовали эту тему. Собственно, такой план схематичный я взял, чтобы проиллюстрировать, где было основано сегодня дневное. Вот это река Оскол, собственно, туда впадает река Орлик, Ольшанка. И к моменту возникновения этого села, до 1642 года, вот, были по этим двум речкам уже основаны следующие населенные пункты. Ну, не буду прочитать. Собственно, и вот так вот выглядит эта территория. Вот здесь вот, абсолютная пустота, ноль речек, есть населенные пункты, вот, Починки. Это Оскольский уезд, его Орлицкий стан назывался, южная, южная конечность Оскольского уезда. Пожалуйста, следующий слайд. И, собственно, с чего я начал? Разные версии я понасобирал, когда было основано это село. Самое первое упоминание, это 1984 год, в книге «Прирасполе», которая абсолютно не историческая, она была посвящена гидрографии, и исследованию рек, вот этих вот рассеянных и так далее. Там промелькнула такая фраза, что, ну, что странно, именно это гидное там было упомянуто, и сказано, что оно возникло в 2-й, в 17-й век, и было основано, может, прибывшими служебными людьми. Дальше, я не знаю, вот, слышали или нет, я знаю про Белгородскую область, может быть, в других областях это тоже существует, но есть практика ведения летописно-селенных пунктов. Это просто сверху спускаемая такая политика области. В 96-м году конкретно в Белгородской области это началось. То есть в каждом селе, ну, либо если это эти деревни, какие-то там мелкие хутора, то вот в сельском поселении, в которое они входят, кто-то оказан вести вот эти летописи села, правило-то библиотекаря. И в 96-м примерно, вот, ну, в 96-м, может, или в 97-м, они все это начали делать в Белгородской области. Вы знаете, все послышали, я говорю, нет. А кто это ведет обычно? Где можно спросить? Видели, видели, даже в Подмосковье вот на некоторых селах въезжаешь и висит табличка «Основано село тогда, это 1700-й год». Вот Домодедовский район, например. Домодедовский район, да, какое-то село. Это в самом селе, да? Книжка. Ну, в принципе, это, они обязаны на какие-то события, просто какие-то, сейчас, которые происходят, то есть, я не знаю, там, открылась школа, там, какой-то праздник пошел, они записывают. Администрация, да? Администрация, да, вела. Но, ну, это нам меньше интересно, но нам интересно, что вначале, как правило, всегда они собирали вот библиотекарей, которые это где-то, значит, начинали в устье, какие-то истории, там, со старожилов, откуда образовалось село, там, вот, такая ранняя история. Ездили в библиотеки, в городские, даже в архивы ездили, ну, просто общался, сижу с несколькими библиотеками, в разных сортах. Просто такой интересный момент, если вы не знаете, и кто-то поедет, допустим, туда можно вот тоже пользоваться. Конечно, эта информация очень... к ней гностопатическая относиться, потому что, ну, так сказать, просто какие-то легенды, там, и так далее. Но, тем не менее, это интересно, потому что в каждой легенде какие-то есть вот свои там нюансы. И вот конкретно здесь вкусные предания, значит, основатели, три брата Румного, которые, там, пришли первыми, потом там пришли те-то, те-то, те-то. И это вот все собирала библиотека в 96-м году. Еще старожилы были живы, сейчас там уже все помирали. Собственно, эта версия, она тоже, в конце концов, вошла, в том числе и в, вот, издания, после того, всего, всего в Горгородске и так далее. То есть именно в краеведческом литературе она легла. И такая конденция, в принципе, есть. То есть это, я говорю, не должно сказаться, мы другими, мы все равно другими. Вот такая версия. И еще в одном краеведческом издании, местном тоже, «Ручья горяча, Нанская земля», посвященном истории именно вот этого района. Откуда-то взялось вот 1620-30-е годы. Вот, по словам. Это все, что она собирала. Но, 1620-30-е, это неправильно. Еще в 97-м году, напомянутый мой краеведник Кулов бубликовал книгу, которая называется «Старый оскол исторического исследования оскольского края», по-моему. Он ездил сюда в Горгорода, нашел в писцовой книге 1643-го года оскольского въезда, что всего основано в 1740-м году. Это верная информация. Конкретно вот так звучит новая фраза из писцовой книги при описании. «Деревня Огивная поляна, что была пустошь, то есть не существовало бы это дикое поле, по конец Орлицкого леса против Молодежникового колодезя, на Молодежниковой поляне, которую историем Орлицкого колодезя, стало во 148-м году. Ну, то есть 1639-й, соответственно, год за 1820-м месяца. Собственно, вот это первая информация достоверная, которую я нашел, наверное, еще на сайте, я не открывал, собственно, уже для тех, которые я писал «Алит» и писал «Алит». И вот сейчас я хочу очень подробно рассказать, в зависимости от времени, может, мы побыстрее пойдем, что я нашел в архиве, и что вообще, в принципе, вот на этом примере можно найти вот «Древних актов», об истории основания села, вот именно буквально там по дням расписать все события. Ирина Ростова. Мы приносились? Да. Постараемся, да. Вот сам первичный источник, так сказать, человекит на 11 февраля 42-го года, где эти боярские оскоряне, всего 12 человек было первоначально, Греич и Лондосударев. Я могу зачитать, это здесь не полностью написано, но смысл такой. Они были уже в службу креста, но поместье им еще не дали, то есть они вот только начали служить. Причем приехали, как я уже это отдельно выяснил, что большинство из них это были переселенцы из других уездов, то есть не местные. Соответственно, им надо только поселиться. Так вот, значит, они говорят, «Лестному, кого тут твоих военцарских жалований по местным укладам, а твоего государева жалования по месяцу за нами, кого тут твоим нет ни за кем, ни едины чечи». И, ну, там дальше, «Милосердный государь», пожалуй, нас по месяцам, в воскресском приезде, в Орленском страну. И вот тут вот как раз очень интересная вещь, это описывается территория. Собственно, тоже отдельная у меня исследование, как раз как-то карта была послачена, и отдельно у меня была пара экспедиции по топонимике, чтобы определить, где это все находится. Так вот, как тут написано. Это я, ну, скажите, мысли нет, если сталкивались с этим. В принципе, это стандартное описание, но мне оно было интересно с точки зрения в истории своего села. Значит, где они хотят, чтобы их, пожалуй, поместили? По конец Орленского лесу на Рогу, против, ну, на Рогу, против колодезя Молодежникова, колодезь это, ну, родник, в той Кулиге, на Усаду, в той Кулиге, на Усаду Канохинскому колодезю, по обе стороны Канохинского колодезя, и к Молодежниковой поляне, на Усаду, до Сальшанского Рогу, по Ольшане речки на гору, по Ольшаной речке под сильную плоту, на Плотовой лесу, с Плотового лесу на Камелеватой, с Мелеватого подлога на Углев на низ, по Орленку Гавлинского Рогу, по вершинке, по Орленковскому Рогу, на Торликовского Рогу, до Анухинского колодези, по Усаду, на Усадную землю. Что вы, ну, как-то вы умели? Да, а Кулига это что? Ну, вот Кулига, без у меня, ну, если это, я сейчас, честно говоря, не помню, либо это полянка, я знаю, значит, у меня дальше будет отдельный еще слайд, там прямо написано, только самое описание, но в скобочках отомечено, то самое, значение, вот эти термины, у нас есть слова русского языка, я, там, такого, типа, семнадцатого века, очень часто пользуюсь, единственное, что он заканчивается, он на руку С, и, вот, допустим, в Улесе, по Улесе, там еще нету слова, и я много искал, это вроде как по ушкам, можно в других словарях, есть словарь Русский Говоров, русского языка тоже, Русский народный Говоров тоже, он не полный, но долго не сдавался, потом он тоже, заканчивается, ну, далее есть, а далее. А вот на Усаду, это, значит, для постройки, собственно, домов. Вот это фрагмент, это Челоминный, собственно, ну, как люди, если кто-то не сталкивался. В Аргаде, 12.09, фунт столцы по Воронежу, столбец. Собственно, столбец по местному он приказывает. Здесь все, что дальше будет рассказано, оно в большей степени на этом столбце основано, плюс на нескольких отказных и системных книгах, потому что в столбце, собственно, собрана вообще вся переписка, то есть как изначальность филогики, куда она пошла, кто рассмотрел, куда там дальше она пошла, а сейчас я дальше там в этом расскажу, и вот, собственно, самая экспериментная челомитная. Дальше просто. Дальше просто. Вот, хронология. Сейчас вот я быстренько пробегусь. 11 февраля, собственно, вот она челомитная. Тогда же память, то есть письмо, запрос, ну, документ, где у производственной есть по местному, разглядные приказы, они запрашивают их оклады челомитчиков. Значит, двумя памятями 12 февраля, 21 февраля, из разряда, из разрядного приказа, значит, справки в поместный приходят с закладами этим челомитчиков. Ну, тут у меня, у меня есть статья по этому поводу, еще все подробно расписано там. У кого-то уже был оклад, у одного человека, один человек, он уже был, служба, 18, новики, те, которые в этом году и встались. То есть, они выяснили это по списку, в списке, ну, десятник была, там, тогда, практически, за каждый год они хранились, сейчас, очень много изначально, наверное, выявили в этом не очень. Ну, есть вот, десятник, поместный оклад такой-то, и дальше будет, написано. И у одного человека из 19-ти уже было поместье, мы посмотрели, соответственно, куда давали, там, на эту причину уже меньше. Дальше, 23 февраля, поместном приказе, собственно, было рассмотрение. То есть, они слушали это дело, собрали информацию, существовательную, из разряда справки. И, а, ну, значит, поскольку спецовые книги хранились в поместном приказе, собственно, и свои документы привлекли, выявили, что вот, в предыдущей, постуре книги, эти поместья, ну, вообще, вот эта вся земля, она ни за кем не значится, они начали ее, книг не значится. Ну, собственно, и, постановили, что, может, можно это отказать. Но, какая дальше процедура, в принципе, у себя стандартная была? Вот 25 февраля послали грамоту на стол в воеводе в Сиитово, значит, там стандартные слова про то, дикое поле в тех урочищах состоит большим проваленным областом. То есть, ну, выявить там, на самом деле, что належит она кому-то или нет. И, вот, 950 четий на всех этих человечеков, если там в таком размере земли, соответственно, и как кому-либо они не принадлежат ли, там, врачим или в поместье не стоят ли в куре, и так далее. То есть, это вот, то есть, моя книга, все. Грамота пошла, и, 25 марта проевода получил эту грамоту и отправил в городский стан Аскалян, ну, служил их людей, взял, вот, сына Бояцкого одного, одного бушкаря, и, тоже я специально перевожу этот стандартный текст, взять тутошних и сторонних людей, попов, дят, анфистар, целовальников, христианского, человека Божия, или про то и пустошь дикого поля в тех урочищах с искать большим повальным областям, всякими сисками накрутными. То есть, послал кого-то, те там собирают свидетелей соответственно, консульных пунктов, и, соответственно, опрашивают, что, они подтверждают, действительно ли она свободна, свободна. 25. 26 марта все, они съездили, 26 марта составлена соскновая мерная книга. И, действительно, там вымерено пахом на экземе на 9500 четий, я там, скажу, чете мера очень для этого времени. И, при измерении земли, то есть, в этой соскновой книге, при сыске, да, присутствовали, так называемые, эти тутошные несторонние люди, свидетели, значит, 26 человек, детей Боярских, и 6 крестьян. И, по именам, я просто выяснил, это вот, жители конкретных соседних деревень. Мы принимаем, Волково, Хорпцово, 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 сено, но владеют, в кавычках, то есть, они там, используют эту землю, просят сено, но никаких оснований конкретных, то есть, нам написано, об офисовом и выписке, или они владеют, или по глазной травмоте, того они там не ведут, то есть, вроде как, используются, но основания не нашли, то есть, всегда есть, вымерено, основания, ну, вроде, не вроде, а никто не владеет, то есть, не нашли никаких стерейцев, потому что кто-то не владеет, так, и дальше, сейчас мы будем, 26 марта, видно, а, ну вот, это фрагмент, соответственно, сискнули уже книги, но это уже не стал цирк, то есть, это, конкретно, от общества, сискнули книги, это такое книги? 12 марта, 12 марта, 12 марта, сейчас пока все 12 марта, то есть, все, что касается земли, это все 12 марта, просто меня нас обращал внимание, то есть, стал цирк, конкретно, стал цирк, это очень интересный источник, то есть, они работали, это не очень совет, потому что такая специфика есть, но стал казны книги, сискны, нервные, все понятно, вторая опись, ну, из целого, там, то есть, они там, вытекают, а вот в салцах, у них все было производство, так, и давайте, дальше посмотрим, значит, что там дальше произошло, вот, они, значит, измерили, вот эту сискнули книгу, послал его дообратно в поместный приказ, с отпиской, то есть, он предложил, но книгу, там еще челобитные, опять подали служилые люди, дети, вот эти боярские, они, короче, уже просили, вот эти выбранные уже земли, все-таки, дать, и дать на них отказную грамоту, все есть, знаете, еще одна человеческая пошла, в общем, 20 июня, опять, я и поместной приказы сели, смотрели, все собранную информацию, проанализировали, там написано, что вот такое, повторяется на, там, 5-10 листов, все по новым, так вот, все-таки, переписывается, на злоточке, и, приговорили отказать землю, для этого, опять, 23 июня, через несколько дней, значит, на осколку, вот здесь, свитовую, грамоту, посланную, и, чтобы он, как ее получит, и как к тебе вся наша грамота и выпись к ним придет, значит, опять же, стандартную процедуру выполнил, и послал, значит, туда, снижуя людей, и, записал все в отказные книги стандартную процедуру, и, почему-то, ну там, только через два с половиной месяца, 52 октября, на самом деле, воевод, это указание выполнил, послал, туда, войск, истану Ценебоятского, Никита Кузьминова, Бушкоян, для этого, чтобы, вот эти 50, по 50 четверть каждому отделить, и, значит, это, уже, получается, отказная книга, по-моему, там дальше будет, например, на следующем, вот, уже отказная книга. И, опять же, там были свидетели, художественные сторонние, и посторонние люди, тоже я выяснил, по, значит, фамилиям, а, из каких они берегин, или, ученков, были, там, поменьше было. таки, бывают разные случаи, вот, я писал, уже, историю моего села, и, ну, оно, тоже было с и, по-моему, по-моему, нервным, вторая опись, и по фамилиям, если находили, вот эту книгу, смотрели ее, то, имейте в виду, что, вот эти все, тупишиносторонние, они выходят не входит, то есть тех, кого привлекали, там нету, полите, тут выполнят информацию, там, просто своего предка найти, он, там, подымал, кто-то ищет, ну, изучает его, водословно, а он, допустим, ездил куда-то, там, на отказ в соседнюю деревню, чуть ли он был, ну, это как, ну, аналогия, как, там, при рождении, вот, свидетель, да, полный, ну, 19 лет, со стролами, предословленные, не слышно, плохо, да? она не запишется, а на камеру? не запишется, вот, то есть, вот этих нет удовлетворителей, один из, пожалуйста, вот, вот, первое усиленство, 19 человек, некоторые фамилии повторяются, и их оклады, которые, на самом деле, установлены, назначенные поместные, вот, а получили они все по 50 четверт, то есть, у них от 100 до 150, до 200 четверт, получили 50 четверт, это 1640 год. в начале ветки 17-го, там наблюдается картина, что, как правило, поместный оклад был равен поместью, то есть, поместье, там, выделяли полный объем, то есть, он выделял, что бывает, допустим, 100 четверт, 200 четверт, земли, а чем дальше, тем уже пропорции уменьшаются, уменьшаются, даже, есть конкретные указы, что, тем, кому там, оплат там, 200 четверт, выделять, допустим, 50, у кого, там, спорчить, выделять 50, и так далее, в градации, университет, вот они, первые поселенцы посвятились, причем, здесь они, именно, были поселенцами, то есть, когда мы видим вот этот отказ, вот они эти, там, человечечки, и уже отказали им эту землю, на самом деле, это не значит, что они еще там поселились сразу, то есть, вот именно построились дворами, есть пример, если они местные, из разных, населенных пунктов этого уезда, они могли, кому 10 лет еще не поселиться, у них уже земли были, но они жили на, на, на прежнем месте, а когда, приезжали из других уездов, все, с леденцы, так называемых, то им, как деваться не было такого, они, сразу, строились. Елена, пожалуйста, с помощью советов. Вот, не знаю, я здесь могу почитать, собственно, здесь два слайда, целых я подробно написываю, если нужно, если нет, можно потом, все посмотреть, на карте, ботин, наверное, даже больше, чем здесь написано, тапонимов и тех, кто изложил, но, здесь, ну, переведено, на, современные, язык, то есть, вот, подгороды, усады, были выделены, корень скелесный, такой был густой, там, сейчас, от него, практически, уже, ну, одни, небольшие, фрагменты остались, за, 400 лет, часть, мужчином корчевали, уже, даже, по воспоминанию, современных старожилов, в начале 20-го века, то есть, много расчищали, там, были огромные дубы, переохватывали, мужчины, охватывали, три человека, и, ну, и тогда тоже, конечно, корчевали, не больше, это скорее, скажем, конец 19-го, начало 20-го, в этот период, когда расчищали, вот, большие точки, посудные. И вот, молодежников в Поляне, ряды с молодежниковым родником, вот это все, собственно, вот, где молодежников, молодежников, или, молодежников родник, то есть, колодец, вот это у меня тоже, один из вопросов, включил в голову, я на нем доступился, и, в результате, пришел в голову, где он там находится. Потому что сейчас, никто не знает, что за молодежников в колодец, у них есть, часть села, которая, молодежник называется, но она вообще, то есть, она с, ну, конца, или начала села, эта часть не существовала, даже, в середине XIX века, не говоря, в XVII, то есть, это, какое-то смешение, понятия произошло. и, оно, в принципе, еще там вообще и было в колодец. Тоже, не знаю, что это за колодец, сейчас это по-другому, это тоже называется, по-другому, То есть, они там получили под дворы, и поместье, у них потом, посмотрите, какая огромная территория была, а сейчас там, в 10-ти начненных пунктов находится. вот, ну, там, записываем о нем, на запад, это, поляне, 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 до этих речек, которые, я указываю на втором слайде, ролик, и ольшавка, между этими речками, на запад, прямо вся эта территория была и наделена. Там было видно, что, ну, не заселена вот на втором слайде, если вы думаете, ну, и так далее. Вот, как тут описывается, лог, да? Лог. Тогда лог, сейчас балка называется, на юге, это принято термом балка, то есть, лог, враг, тогда, на самом деле, верх назывался верх, вот, молодежников, вверх, на мрах, да? Там, вручей, протекал колодец, подавал еще в ржанку. И вот, как описывали, вы говорите, владения, что там еще была составлена межевая книга, то есть, описывались, не межевые эти, с границы. Как вот, сейчас, знаете, ну, короче, в прошлом, это был, столб, как правило, описывается столб, у него яма, там, на нем грань, на столбе, то есть, зарубка, она указывает, там, туда, на такой-то столб, там, другая, на предыдущий, там, по тому столбу, потом по тому столбу, и всего, это мало, очень информативно. Попадаются, были интересные случаи, которые, правда, тоже ничего особо не дали, это, допустим, плотовая береза, на ней, там, в границе, или, там, дуб, краковит, или, там, есть краковит, или взголяв, ну, или вот для, ну, это, для, так, пришел к выводу, что это краковит, это корявый, там, там, миловиклистый, ну, если, наверное, то я не нашел, с поживинкой, там, или, там, с поживинкой, ну, то есть, какие вот использовались ориентиры, конечно, их сейчас уже нет, приходится ориентироваться на таком, на который, понятно, речками сохранились, ну, глоби, как и глянские, там, дальше будет еще, вот, это так описывалось, помежа. и, следующий сайт посмотрим, там, бывает, допустим, плотовая береза, и, там, а, пень и береза выросли, например, там, 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 какая-нибудь береза наклонена указывает в сторону, там, то есть, вот такие ориентиры. Ну, где-то я читал, что находили дубы, там, вот с этими мужевыми знаками, какие-то единичные случаи, которые до нашего времени дошли, то есть, естественно, сейчас уже ничего не было. Вот, и, вот, допустим, милеватый лесок, вот уже такой, топоним, там, еще есть плотовое лесок, там, плотовое, морлинские, обувь, вот эти топонимы, я их собирал, это не единственный источник, после немножечко отвлекаешь эту тему, но дальше, другие отказные книги, в основном, они живые, все это собрал, там, отдельно, например, топонимы, вот эти собирал, там, еще добавляются, чтобы уточнить, эту, локализацию, этой местностью. Ну, и еще, вот здесь вот, я переведу примеры, парочку, как описывать, допустим, на подлесье, то есть, перед лесом, или там, вот, по улесе, по аркушкам, либо, это просто, вот, в первую поляну, весь этот термин, своей. Так, давайте дальше. Ну и все. Дальше я описываю, то есть, мы увидели, как они получили землю, дальше я, сейчас покажу, там, примерно 20 лет, вот их жизни, то есть, первые 20 лет в деревне, что происходило, тоже по разным источникам, это уже не только по месту, по месту, по разным, разрядным, и, как оно называется, и притажная СБА, и даже, из НИМОР РКБ, с РКБ, там, шелк фонд, в отделе упописи, именно, вот, я бы несколько притажная СБА, что интересно, там очень много, даже выше, чем рука, но это уникально, не по всему миру есть. Вот. что дальше происходило, сороковые годы. В принципе, как мы видели, там вал уже был построен, но все равно, катарские набеги были, сейчас мы увидим. летом сорок первого, еще, парочка, человек получила, землю, тоже оскалянная, один уже служил, один, незадолго, до этого вез, они тоже, вот, стали, жителями села, то есть, присоединились, отказная, или другая. и вот 2 января, сорок второго года, был катарский набег, приходили, значит, там описание, такое, в Оскольский уезд, приходили войною крымские люди воевать. И вот они, там, изюмский сад, мы все-таки прошли, Ягланово, Верхоландского леса, и Хмелевого Острожка, они там, вот, обошли там, не полностью, не достроились, участок какой-то, и напали на Острожские села. И, здесь вот, у меня в статье указано, там, 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 большой перечень, пострадавших, вернее, либо убитых, либо утонных пленов. И, не только служил этой идеей, а членов, ну, даже не столь, самих служил этой идеей, а членов этой семьи, христиан, и так далее. Вот, если, взять имена Гермой, вот, конкретно, как там, на коем имена, Семен Малаков убит, Азар Алисеев, приведен в плен, и служил им брату, тоже Савел, приведен. Но Савел, потом вышел, появляется в документах, неожиданно, получает поместье. И, дальше, вот, у Гудурниева, значит, забрали в плен, здесь вот очень интересный тоже источник, потому что женские имена приводятся, это очень редко 18-го века. Я специально собрал эту статью, писал, статистику, 400 имен нашел, первый полный 17-го века, женские имена. Савел, какая там чистоность. Так вот, Гудурниева, значит, забрали в плен, дочерей, Марию, Февку, Снаху, Матальону, подмена, жену Анну, дочерей, Василису Анну, Матальону, Матальону, Сына, Матальону, Матальону, Господьского уезда. Значит, прислали туда царя писца, богачего, они это все описали, и для меня, для статьи, для истории, я просто взял, кто в этом усиле, кто в этой истории книги, значит, и там видно прямо, значит, все те, которые в 19 часов в России, они все там есть, кроме вот этого Азара и Зева, который на предыдущем слайде уведен в плен, значит, убит Семен Малахов, там вместо него четыре сына, там ровно четыре части разделили в поместье, ну и так далее, там дальше, там два еще человека, по-моему, получали, вот один то ли умер, то ли убит до 1943 года, и нету этого поместа, почему-то, хотя он там получил решение, а умер или убит, то не нашел у источника, но в соседнем селе его вдова очистится, вот, и в список книг, там еще одно поместье, он появляется, Сорак Чети, там рядом, Алпеева, и потом Кашчиновку, ну, он тоже упоминается, там, собрежит, я говорю, и дальше, сейчас, может, пускай, ну, и дальше, вот, допустим, 45-й год, тоже бой, значит, в Астурском, в Астурском, мы есть, глава Астурского, Астурска, Астурска, значит, бой, в смысле, многайскими людьми, там написывается, что, там, командовал, глава, и вот он привлек, в том числе, все о скользких людей, что местные были, там, столовые, засторуды, столян тоже, и, это все послужной список оформлен, только, называемый из источников, разрядный приказ, разрядный приказ, послужной список, это, там, стандартно написано, государю служил, убился явственно, убил мужика, ну, или нет, государю служил, убился явственно, такой-то, такой-то, и вот они все перечислены, то есть они, и как участие в бою, по сути, то есть, и в том числе, вот, жители Агибнова, на меня указаны на сайте, не почитать, кто, конкретно, участвовал в этом бою, тоже интересно, для генеологии, прям, какой факт, не все. Дальше, здесь, не ясно будет, ну, что, по старому, из месяца указан, ну, либо 47-ой, либо 48-ой, дело о придаче, учащих по месяцу, ну, вернее, не по месяцу, а кокладу, всякие, кокладу, и для пенсионного права, за строительство ВАВа, так называемое, «воловое дело». «Воловое дело», это вот, смотрите, 50-ой фронт случилось. И, в 49-ом году, через 9 лет, эти же оскаляния, еще по 50 чечен, то есть, они здесь им прибавили, за «воловое дело», они сейчас просят, в 49-ом уже дать им это все. и, опять, это жарказная гнига, но, правда, она сама не сохранилась, если вот в столбце, из него вывеска, ну, и жители, еще появляются фамилии, его фамилии, его фамилии. Ирина. Сорковые годы. И тут, в 48-ом году, еще пятеро скалян бьют, вот прямо рядом бьют, бьют бчером на землю, рядом с удивным. Это потом, тут из него, лобышки, как называемые, образовалась, сейчас они все, в одно село, не курица лобышкина, а так они, там, триста лет, вот такой библиерн. Ну, это целая, огромная история, здесь она не расписана. 9 февраля, 49-го, в Индале, земля, вот северный библиерн, огибной, причем там тоже, в той стороне, там, полудезя, паск учетий, но там целая, там, история пошла, судебное дело, на, там, 16 лет, наверное, то есть, как библияне сказали, что нет, это наше, там, там, кто-то подлог был у этого, одного из человечеков, были родственные связи с откачщиками, ну, и там, это все разбудут, урочная ставка у нас прибыла, и так далее. Ну, тем не менее, потом все равно не поселились, но это местные, местные, ну, так, местные, из Оскольского лета, не из Викинцы, а из разных населенных пунктов. Ну, там дали землю, они там, пока это все повеясняли, тогда там построились, но не сорок, по всему году. Дальше, 51-й год. А, вот это началось, значит, влияние постройки яблок. Яблок построен, в 32-м году, он ближе оказался, чем Оскол, куда они относились, и вот, там, целые, там, воевали конфликты, что они хотели ездить на сборы ближе, в Яблок. И вот, в 51-м году, значит, воеводы жалуются, что вот эти дети боятся творчества Столстана, как раз, в этой речке, прежде всего, в Ольшанке, не хотят, в общем, к нему ездить в Оскол. Воеводы, сюда ее указывают, многие не слушают, город Оскол, ко мне, кого-то не ездит, а говорят они, выходим, мы в Яблок. Там еще была, бежала книга, в 51-м году, сделана, и там, вроде, это подписали, там, в Яблоке, ну, то, что это запутная история. Сама она не схоронилась, но из нее есть выписки, и они вот на нее ссылаются, в общем, человеку. Но, это не единственное, там, было несколько таких случаев, и, короче, все это привело к 55-м году, все-таки отдали, вот, пошли весь Ординский стан, сгручили, вот, мою деревню, короче, яблок. А там, там, целая куча нюансов, они говорят, ну, там, ладно, дадим, давайте так, там, разборь туда, эти самые, допустим, какие-то хозяйственные повинности, там, допустим, строить, там, остров чинить, и так далее, там, во столе есть. Все говорят, мы не хотим, в общем, потом все туда передали, а скаляне, которые остались, они говорят, ну, а мы, у нас стало там, на треть, например, на четверть меньше, мы не хотим, там, все повинности делаем, а у нас меньше стало, верните и сюда, то есть это, реальный процесс, что мы не сделаем, все документы расследуются. Дальше. здесь, здесь я не буду перечислять, вот здесь, они все, перешли в явных уезд, документ такой, у Михаила нашел, с 658 года, есть по многим уездам список, на самом деле, они, во многом, по многим уездам, они именно с детьми, это тоже редкость, но, допустим, по-старому, там, есть, частично, допустим, дети боя с солдатами, с детьми не указаны, а кто-то две затели. Это все две затели, конкретно, вот это, дело, столбцы Болгородского, 395. Там есть 395, 388, 410, там дела 1099, столбца, Болгородского, 135. А? 4, примерно, 5 дел, 1658 года, на списке, по-разному измены, я, южный местный, который, Болгородский стол, то есть, ну, это не только Болгородская черта, там, и, там, и, там, там, и, там, и, они по деревням не указаны, опять же, их извлек, вот эти, там, жители, там, дети указаны, причем, кто-то, там, есть возраст, кто в службе, там, кто-то, уже жители, его уже восстанут, у него там, фронт, вратовой службы, либо сепан, солдат, ну, и так далее. А? А название? А? А? А название? А? Стала цепь Болгородская, стола 12, 12. Дальше, сейчас будут, там, две страницы, люди, вот, там, все, дальше, дальше, что происходило? Вся девятый год, вот такая, напали. Ну, надо сказать, что нападали там постоянно, просто, вот, я списал, конкретно людей, которые, именно, из-за пятережни, поэтому, пусть всего там, сколько-то, два. Так вот, значит, крымские ханы, ногайские затары, изменники, Черкассы, пришли, значит, и сожгли дворы. И, тоже, приехал, собственно, послание, переписывал, ездил за деревням, и переписывал, кто-то пострадал, там, значит, в основном, ну, вот, один убийц, в основном, подлился, сожжены дворы, дворе, богумов, аруян, голубушев, ангелую, сожжены блудуна с клелем, так это, значит, и airplanes клефа с клелем, верே с клелем, волдуна голубушев, больше всего, пострадали, хозяйственно, дмолавра, свельерство, серп strength, на который саггили дворы, и гумна, тем-им Connero, не пострадали, ущерб зафиксированный... Таких, кстати, там, тоже много, они по-разному ездят в 1959 году. Там есть сказки даже, которые мы ездим, есть сказки, то есть они прямо целая сказка, кто конкретно пострадал, ну что-то или там плен называют, а здесь у меня почти не зря. В 1961 году мы собирали плен, налог натуральный, и тоже весь источник, дела разных городов. Сборная книга полуосменного объекта, там перечислены жители главы дворов, которые сдали дело. Ну и дальше там просто штрихами, что можно еще найти в 1952 году, это уже по красе приказная изба староскольская, и дело рукописи этого года. Значит, судные дела так называемые. Ну они по-разному резину по-разному со стороны есть. Кстати, есть еще в денежном столе с регистрацией этих судных дел, там по типу, как печатный приказ регистрировал свои грамоты, по поместьям там указывалось, кому сколько взято, то что в денежном столе с судными дела там тоже регистрировались, тоже можно по мере найти, но судно. То есть между кем и кем был спор, например, но нет деталей. А это вот конкретные дела с деталями. Гаудин, это все станичник, там Гуан-Буанин, был очень обидный. По факту праживаем лошади Ивана Санькова, это житель Шапера, Малахов, Коплин, это жители, значит, что-то там Саня по требованию боеводы не отдали, избили, короче, тут присланное послание, по-разному, которое делалось по служителю. Сочетать что-то не так было. Когда-то уже не удалось имена из Борцова, которые побили его не улыбать свиньи, ну а казаки там вручились, я думаю, что что те, я, отмин из Борцов, я вслеживаю избыльный вопрос. Ну и так далее, таких дел много. Но их надо, вот, там, главный, вот, все, целое. Ну и вот, Ирина, вот, ну все. То есть это вот такие, с мелкими штрихами, такая история. На самом деле статью я такую написал давно уже, ну так, ну так, в 16-м году она опубликована в первой версии, там, нет, в версии, где находилась как-то молодежник в колодище. И долго я пытался, вот, значит, в рай-газете, в районной газете в Чернянской публиковать. Я туда еще в предыдущий крест 17-м году что-то отдал, и они разные предлоги у меня никак не публиковали. В этот раз ездил уже с главным редактором, и вот, наконец, они это начали публиковать буквально 18-го июля, неделю назад. Но это большая стептина, там, их несколько полос, это один из аргументов, ну так далее, то есть несколько раз, ну, то есть, ну, несколько этапов, ну, начали, там, история с Вадимова. Да, вот, то есть нас привели. Сказа, два, три, три, три. То есть моя цель власти, чтобы и жители севаруса почитали все вот эти их предки, что с ними было, потому что подавляющие большинства в этих армии сейчас там живут. Все, ну, надо все работать. Есть вопрос такой. Вот на форуме некий Роман Эс имеет базу по служивым людям, но информацию он не дает, только в обмен на анализ ДНК. Вот вы не знаете, вот эта база служивых людей, она пересекается с базой Орлова? Ну, у меня тоже база Орлова есть, у меня свои база. База Орлова, она, она есть, вот. Но она очень, скажем, заточена больше к курску, или, если он собирал, и еще там 16-ю ее. Ну, в общем, вы не знаете вот этот Роман Эс на основе чего? Он сделал базу или на свадьбе? Вы его спросить не можете? Ну, он сказал, что моя персона есть, но он не даст информацию. Уже пять лет ему не дает с 14-го года, только в обмен на ДНК-анализ. Но ДНК-анализ... Ну, понятно. Вообще, конечно, Роман сам работает в архивах, и, в общем, на речи свою базу он мог ее создать сам. То почему он не дает, мы сказать не можем. Ну, в обмен на ДНК, у меня только женское имя. Ну, кстати, мои две фамилии есть в вашем списке. Вы же список фамилии опубликовали? Я просто. Нет, ну вы там, ну вы опубликовали, я не знаю, там большой список. И вы мою фамилию одну даже взяли на карандаш, потому что посчитали ее редкой. Она называется Бантюков. Может, припомнили? Две фамилии Бантюков. Да, да, и Гергилев. Ну, они еще 1886, я бы там нашел, по-моему. Да, вы написали, что вы возьмете. Это моя база конкретная. Ну да, там две фамилии в вашей базе есть, да. Но вот Роман Нес сказал, что есть несколько персон, но не дает. Сколько уехал? А? Ну, это Староскольский уехал? Ну, это Староскольский уехал? Безонный стал в базе у него. Какой уехал в вашей базе? Он предлагает, чтобы вы заплатили, да? И тогда он даст мне персоны, которые у него в базе. Но я подозреваю, что они, эти же персоны, в базе Орлова. То есть я... А есть базе Орлова? Есть, да. Дергилев, Бантюков. Ну, они в вашей базе есть. Только там у вас была Бантюков, ну вы вспомнили. Да, Староскол, там, ну, не Заломный, там, Верхний Осколец городовой. Не знаю, как... У Николова я взял, там, на него вышел на книжку, или там два показания. Ну, там два тома, и в одном, и втором там... Пять уже? Ну, первое, второе, это одно, они еще... Да, вот я по ним, да. В третьей, по-моему, там ничего, я не помню. В третьей, по-моему, ничего. А больше нет? В третьей есть, да. А четвертый-пятый есть? В пят это просто и сами. Он просто и сами не спрашивает. Ну, не знал. Как их вы назад здесь сделали? Ну, я писал туда... Мне прислали почту и книгу, оттуда. Я писал, и мне почту прислали. Две книги, у меня. А сейчас еще три. Он готовил там. Ну, он, как поздно, он... Я не знаю, если он не знает. Ну, короче, он болеет. Но, тем не менее, вот еще три книги. Ну, вот такие вот... Ну, не публикация документов, а... Кто-таки казак, рассказывает о том, какие... Они... В базе не поступают эти книги куда-то? Ну, вот, проблема всех, ну, не всех, там, очень большого количества краеведческих книг. Я, ну, разговариваю с разными, там, есть еще, допустим, там, Вальшанки, вот, напоминалось на селёный пункт, может сказать, вот, в таком деле, тоже краевед есть. Он, значит, тоже издал там книгу. Ну, к краеведам надо относиться очень осторожно, потому что, ну, объективно, они не имеют доступ. Ну, кто-то может, там, пару раз слезть, и все. Потом, вот, это вот, у них информация копится, где-то они что-то собирают, и много искажений. И, кстати, вот, кто сказал, что селёный пункт, там, когда стоит стела перед въездом. Да, да. Но это вот... Вот до этого, что я находил селёный пункт, и там вообще... Ну, да. То есть, намного раньше написали, чем, на самом деле, я вижу, вот, например, в первой ревизии. То есть, в 23-м, даже, в 723-м году появляются, они написали, там, 1600, какой-то там год. Ну, вот, я ещё хотел спросить насчёт романа. У вас пересекаются направления? Он тоже, видите, в то направлении, да? Да. Он, когда-то не работает сам. Ну, почему он так уже? Переезжали, да. Так вот, книги эти, они сдаются, ну, как получится, то есть, спонсор дал, вот, например, конкретно не будет. Ну, это бумажные, бумажные, а в сеть-то они не попадают. Так вот, я объясняю. Третья-четвёртая книга, они издали. Они никуда не попали вообще. Ну, то есть, но хорошо издательство не будет. Третья-четвёртая есть в электронном виде, издательство выложено у себя просто. Что они будут там, как-то издательство, там, 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 с тормоз поля. Они финансируются, ну, там, либо какими-то местными людях, либо там, заводами какими-нибудь еще там и так далее. И, например, вот, другой пример, вот, другой пример. Он издал там, ну, я не знаю, 100-200 книг. И все забрал, там, раздал по местным библиотекам. То есть, даже, ну, набирается, он писал. Все, больше их не пенят вообще. Не продают ни в продаже нигде, ни в электронном виде. Я там не буду ломать на сне мосты. А сейчас, если, ну, ладно, вот. И они вот так вот, ну, большинство, потому что нет денег. Они даже библиотеки, ну, вот эти не посылают, а там как-то где-то раздают, и они пропадают. Это не проблема. Ну, не был в работе-то еще, да? Колосов, ребят. Он давно, по-моему, он в постели, но вот эти вот вещи, которые просто потихоньку... А, наработанный материал, да? Он давно, в 12-м году. Ну, он преподавал, потому что, по-моему, до 11-м году. А сюда он ездил в 90-м. В общем, ну, 17-м век я много могу рассказывать, потому что это очень интересно. Но, ну, специфика своя, конечно, это не так на правом, но, собственно, чем мне это известно. Дивизии, там, нет, это слишком просто. Даже не родственники, если бы они. Смотрел, нашел. А здесь нужно годами копить-копить-копить, потом это все сложится в картину, можно, там, по отдельной сионной пункте издать. А так, чтобы, если бы хотел исследовать, пошел туда туда, смотрел, нашел, наверное, 20% из того, что можно найти, только по отчеству, найти знак, конечно. В общем, надо играть. Вот, вот, неправильно, неправильно анноцированный, например, у меня врага-то там, допустим, послужной список написан, ну, там, в разных лицах, я скаляна. Открываю, а там ябленность, например. Вот, я находит, вот, ябленность, с равною, сюда. Или, там, допустим. Ну, когда, если без себя, там, там, торожок, или книги один-дом-дом, там, уже они никогда описываются, по уездам, в основном, там, первое, там, делали, там, какие-то страницы, потом делали, там, кого-то, все-вы, и все-все-все. А отдельно, просто, из, ну, там, документа служил их имя по страницам, по уездам и по адамам, или просто из дела. Просто документ служил их имя. В целом, в целом, в целом, в целом, в целом. А там просто могут прийти из Клиена, там, они рассказывают, я, там, друг, властей, в Клину, там, какой-то, там, причем Клиен пишет, там, где он был сам, или, там, да, либо кто-то сбежал, там, бегали, там, христианин, там, кто-то, откуда-то сбежали, здесь вот появились, достались, все же, ну, дети боярские. Вот, там, сушь, сушь, капотан, там, вот, начинал пускать, оттуда приезжают, и, вот, выясняется просто, откуда они взялись. Ну, это, так и было, по-сему, сенсором. Ну, тем не менее, какие-то подходы, ну, то есть, в том числе базы, только в Городском, в большей части. Ну, вы будете продолжать фамилии, да? Которые, или уже там, у вас много там... Да, я не хочу уже говорить, много раз говорил, у меня была, сейчас, по незнанию, по отчеству, фамилия энциклопедия, ну, да, да, в Таром Москве, как именно собрать все. У меня, изначально, у меня, конечно, источник предоставательных, на самом деле, в большей части, есть. Сейчас я, в основном, как статьи, предоставлю, спасибо. здесь, оберегается, оберегается. Можете ли это посмотреть? прямо посмотрите. А вы из стати, где вы включаете? Где вы включаете? Ну, нет. Ну, я на сайте, вы группа, с декой. Есть, так вот, эта вот, статья. Сегодня мы, 14-го юна, за то основание, которое вести, это я под назвал в первом Кроме монастырь Голгородская черта, это делал дружок ДЭФ, общество РАПИ, они же, кстати, построили, ну, при его участии, там, как бы, областная программа, там, директор Голгородского архива, в обществе, они ябленно, построят ябленно, восстановили, ну, почти что в первозданном виде, то есть там целая сейчас, ну, центр такого развлечения, там, можно прийти, все построено. Ябленно, но я-то сейчас целую, вот, они проводят фестивали, то есть там, там, одна статья, по-моему, второму годнику тоже статья, сейчас я вот договорился, там, Москва, я лимонах, московский парад, ну, то есть там, местные, но я их на сайте стараюсь укладывать, сколько вы видели, плюс искусство, вообще еще, да. Крепец, то есть, мальчиков район, то есть полностью, но, если сестра, то есть, наверное, я у тебя в курсе, пожалуйста, по-моему, несколько лет назад писал, мне заказку. Дмитрий Николаевич, а подскажите, по Белгородскому району не то, так как вы не работаете, конкретно по Белгородскому району не знаете, какой город? Сам делаю? Нет, 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 ну, я на ее село Хохлова, от вашего 70 км, а? Ну, там какой кампус, какой детский? В семнадцатом я, если бы занимался, конечно, лекцией сам читал. Да, ну, ладно. Не, ну, разные люди есть, вот прям так, чтобы систематизировать тоже роман, можно спросить. У меня есть на сайте списки населенных пунктов такой средств по многим ездам Белгородскому, череплено только по Южному району. Зайди, посмотри. Да. И на первую ревизию, и, ну, там, несколько десятилетий ранее, по-разному, по-разному. Там, в Белгородске, в том числе, есть и пары. Там, 200. Там, 200. Там, 200. Если бы там не целый пункт. То есть список просто целеных пунктов, денег, которые у меня есть, потому что там столько-то разных административных образований, наверное, факт, что у них был полезен просто для того, чтобы мы могли хотя бы какие-нибудь, конечно, без ссылок, но от этого отсюда. А вот того, с кого-нибудь вычислить, с четвертого, пришли в Москву, с какого места? Ну, вот если огибной брать, 1640-й год, я думал всегда, ну, как-то всегда, я с самого начала думал, когда я сдался бы, что оно как раз отточковалось от Волкова, которое в трех километров. Почему? Потому что в Волково в дозорной книге 16-го год был Васюхов и Милиан Данилович, и Юрий Данилович, Акук, Минстроев Данилович и... Что там? Данилович. Я думал, что это вот они. Ну, они-то будут делать и действительно они. Но вот остальная часть как раз не о скользких формированиях. И откуда они пришли, не получилось им это узнать. Это на самом деле очень сложно, особенно 1-го, 18-го лета. Конец лета там еще есть, там разные свои источники. Первое, по-моему, 17-е лето, ну, разный тоже нюанс, но я думаю, что в этой связи больше сложно найти. То есть, нет источников этой истории, ну, сведены от них. Фактически нет. Поэтому не удалось. А сам москольский, я имею в виду, сам москол, он возник в конце 16-го лета, там вообще нет. И просто можно сравнивать сами, ну, и, короче, ну, реально. Фёрст, да. 1615-й год – первый источник. А он уже там в конце 16-го снялся из разных душевых уездов. Но тех разных уездов тоже нет, 16-го лета. Какие-то величины. Это так много. В 10% документов. Через 2-м, там, сгорело, в большей части. То есть, пожары, тысячи, 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 тысячи. Мы думаем, очень много. Мы разговариваем. Фил сравнивать. Ну, вот, единственное, на посторе, там, станичники, ну, сказано, из Дитила, выездан полос в Диму. Станичные из Дакии. Ну, там какие-то, наверное, можно посвятить Дилов, там, есть источник, например, за 16-го лета. А всех остальных, ну, ничего нет. А тогда там нет. Это, конечно, тайна остается. Поэтому будем так. Спасибо большое. Спасибо. Спасибо большое. Продолжение следует...